сегодня в этом видео постараюсь вам быстренько донести один из способов употребления заменяющего местоимения о в одном из видео я рассказывала что это разные части речи сегодня мы будем говорить про заменяющие местоимения но прежде чем приступить к разбору пожалуйста не забывайте подписаться потому что здесь у нас самые важные и нужные тонкости французского языка и также поставьте лайк в качестве вашего спасибо мне будет приятно итак начинаем значит сегодня я хочу показать вам как мы используем местоимения он когда мы в предложении используем количество чего-то то есть с какой-то конкретной цифры чем с того что когда мы в русском языке говорим мы включаем ассоциативное мышление что такое ассоциативное мышление это когда мы два предложения можем в уме связать привязать к одной теме да например смотрите я говорю мужу ты сможешь сегодня вечером после работы купить хлеба не отвечает конечно же смогу смотрите в его ответе конечно же смогу речь вообще идет хлебе нет речь о хлебе не идет но у меня срабатывать ассоциативное мышление я прекрасно понимаю что он что его ответ привязан к хлебу хотя он слова хлеб не говорил слова хлеб сказала я вот это называется ассоциативное мышление например если у меня кто-то спросит катя вы едете на каникулу я говорю конечно же едем да смотрите в моем ответе нет слова каникулы но человек понимает что я говорю про каникулы у него сработало ассоциативное мышление которое связала два этих предложения у французов так не работает и я в этом убедилась на собственном опыте когда работала в большом французском коллективе и вы знаете меня это просто поражало да если у меня спрашивают катя ты идешь на собрание я говорю да иду какой встречный вопрос будет куда идешь да потому что как надо ответить я туда иду или например у меня спрашивают ты уже смотрела такое-то такое-то кино если я просто скажу да смотрела будет встречный вопрос что смотрела то есть как надо ответить да я его смотрела или нет я его не смотрела в любом случае нужно поставить во французском языке заменяющее местоимение поэтому вот в таких примерах смотрите пришла я в магазин и спрашиваю если у вас круассаны продавец мне скажет да есть русском мы скажем я возьму три штучки а или я возьму три круассанчик а французы не будут повторять слово круассанчик французы скажут я их возьму и добавят количество вот это их будет заменяющее местоимение он когда вы в предложении используйте количество с количеством всегда будет заменяющее местоимение он я отвечу я их беру 3 то есть я не могу сказать я возьму 3 я их возьму 3 на вопрос сколько у тебя детей я могу ответить у меня двое детей но зачем нам повторять слово детей французы не будут повторять не будут второй раз говорить слово детей они скажут у меня их двое и у нас есть двое два цифра значит вот это их будет заменяющее местоимение он еще такой нюанс местоимение он у нас стоит сюда перед глаголом то есть не там в предложении где я выкинула второстепеночное предложение а именно перед глаголом я имею же э это глагол перед ним мы ставим заменяющие местаим еще он у меня получается же он и же и он сливаются. Конфликт двугласных. Поэтому у меня получается Jean et. Jean et. У меня их двое. Jean et deux. Например, я хочу сказать такие вкусные пирожные я съела четыре. Ну, это только пример, потому что я пирожные в таких количествах не ем. То есть, получается, по-французски нам нужно сказать я их съела четыре. Есть количество четыре, значит их это будет заменяющие местомения И опять-таки у нас passé-композе съела, и вот перед этим перед avoir мы ставим заменяющие местомения Цифра всегда будет в конце. Сколько книг ты прочитала? По-французски мы должны ответить я их прочитала ну, три, например. И получается я прочитала j'ai lu опять-таки вписываем перед глаголом avoir j'ai lu j'ai lu j'ai lu ну, а сейчас пока-пока пока-пока-пока-т Субтитры сделал DimaTorzok